Спасибо. Калпашевскому району был выделен из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов администрации Томской области. 9 миллионов 296 тысяч рублей будут направлены на расселение жителей, проживающих в зоне обрушения береговой линии реки Обь. Общая сумма доходов бюджета на текущий год составила почти 2 миллиарда 90 миллионов рублей. Прогноз доходов на плановый период 2023-2024 годов остался без изменений. В соответствии с поступлениями средств была увеличена и расходная часть бюджета на текущий год. Пожалуй, главными вопросами повестки заседания стали подготовка к предстоящим выборам Совета в поселении муниципалитета и объявление конкурса по выбору главы Калпашевского района. Напомним, 30 мая глава района Андрей Медных сложил полномочия по собственному желанию. На заседании районные депутаты определили дату конкурса по отбору кандидатур на должность главы. Он состоится 22 августа. Заявки от участников будут собираться с 7 июля по 5 августа в кабинете номер 2 районной администрации в рабочие дни с 9 до 17 часов, в субботу и воскресенье с 14 до 15. На заседании путем голосования была сформирована конкурсная комиссия в составе пяти человек, трое из числа депутатов районной думы и два представителя общественности. Также участники заседания обсудили предстоящие выборы. 11 сентября будут избраны депутаты представительных органов поселений Калпашевского района. На подготовку и проведение выборов будут направлены около 1 миллиона 750 тысяч рублей. В частности, они пойдут на оплату труда членов участковых избирательных комиссий, изготовление бюллетеней и другой печатной продукции. Доклад о представлении средств бюджету городского поселения на осуществление дорожной деятельности депутатам представил заместитель главы района по строительству и инфраструктуре Иван Ивченко. На ремонт автомобильных дорог в Калпашеве было выделено 795 тысяч рублей. Средства будут направлены на отсыпку участка автомобильной дороги по улице Первомайская, а также на обустройство пешеходного перехода на улице Мира в Калпашеве. 390 тысяч рублей выделены городскому поселению на организацию уличного освещения в деревне Волково. 200 тысяч будут направлены бюджету города на демонтаж чаши фонтана в микро районе Пески по адресу улица Портовая, 30. Около 786 тысяч рублей выделят городскому поселению на создание комфортной городской среды, а именно на выполнение работ по строительному контролю и авторскому надзору Центрального бульвара в Калпашеве. 381 тысяча и 200 тысяч предусмотрены в статье расходов на предоставление трансферта Чижемтовскому сельскому поселению. Первую сумму направят на ремонт водопровода в селе Чижемто, вторую – на подключение ФАПов к действующим локальным станциям водоочистки в деревне Могильный мыс и Старокороткино. Согласно решению депутатов, 150 тысяч рублей выделены царовскому поселению на ликвидацию мест, не санкционированного в размещении твердых коммунальных отходов в окрестностях поселка Большая Царовка и Новой Линки. Подробный вопрос о расселении жителей береговой линии реки От присутствующим представил временно исполняющий обязанности главы района Антон Агеев. Он отметил, что средства областного резервного фонда в размере более 9 миллионов рублей будут направлены на расселение жителей микрорайона Матьянга из шести домов, в которых проживают 19 человек. Добавим, все проекты решения Думы были предварительно рассмотрены и проработаны на заседаниях постоянно действующих домских комиссий, на которых члены комиссии задали интересующие их вопросы и получили развернутую информацию по ним. Продолжение следует...